Здорово! Дай денег на поесть, похмельница, на лекарства, ну или в крайнем случае на проезд. Примерно так выглядят и так говорят те, кто нередко просят денег. Ну что ж, с вами Марк Андреевич, и сегодня я расскажу вам о некоторых моих знакомствах. Ну не знакомствах, а моих контактах с теми людьми, кто выпрашивает деньги, и как я считаю, лучше всего будет повести себя ответить. Так вот, когда я был еще школьником, был в классе в шестом, шел домой, и тогда у меня были деньги на столовую, я поел, у меня осталась дача, я шел домой и просто ее считал. Недалеко была остановка, и ко мне подбежал один человек, очень сильно меня напугав, так как резко сказал, что там болеем как собаки, болеем, дай денег. Я очень сильно испугался, и как-то машинально дал ему 5 рублей монета. Он сказал там, спасибо, все, я пошел дальше. Как бы еще несколько раз я его видел, когда он выпрашивал деньги, но я не давал. В принципе, когда кто-то выпрашивает, я не даю, я вот такой жадный человек, и считаю, что лучше не давать, и я не в той социальной группе, которая может помогать другим людям. Вторая ситуация у меня была, когда я ездил во Владивосток. Очень странный пожилой мужчина, причем с избыточным весом, я слышал, что среди бедных не бывает толстых, но не суть. Он выпрашивал деньги на проезд сначала в одном месте, потом деньги выпрашивал на проезд в другом месте. Возможно, потом еще в каком-то месте выпрашивал, но, в принципе, я тогда ответил, что у меня деньги на карте, дать я не могу вам. И он сказал мне такую вещь, что карты – это зло. Возможно, он прав, возможно, нет. Так вот, о чем я хотел сказать? Это о том, как лучше всего ответить. Если вы выглядите не так, как я, ни в такой одежде, ни с такими прыщами, вы можете прикинуться, что вы не знаете русский язык, то есть «sorry, man, I don't understand». И, скорее всего, человек отстанет, потому что вряд ли он вас поймет, и вряд ли он станет на английском языке, например, просить у вас денег. Ну, я на англичане не похож, на американца тоже, а казахский язык я, к сожалению, не знаю. Поэтому так я ответить не могу. Если вы так же, как и я, не можете ответить, можете сказать, что «не имею возможности». То есть, таким образом вы не оскорбите человека и не дадите ему деньги. Еще один возможный вариант – это сказать, что «не дам». Я могу точно так же отвечать, но суть в том, что человек может обидеться, если вы так скажете. Но, в принципе, вариант тоже рабочий. Отвечать у меня нет, я не советую, потому что это вранье, и если вы выглядите нормально, не так, как я, опять же, то, скорее всего, у вас есть деньги, и человек поймет, что вы его обманываете. Многие к обману относятся не очень хорошо. Вот, в принципе, я вам дал совет, как вы можете ответить человеку, если он выпрашивает деньги. Но есть еще один способ, если человек как-то в наглу просит, не отстает, когда вы ему ответили, вы можете сказать «а ты, например, дай мне». То есть, там он просит у вас, например, на поесть, а вы говорите «мне деньги нужнее, так что давай-ка ты мне дашь». И, скорее всего, он отстанет, и если не отстанет, то уходите от него, либо, если он полезет в драку, убегайте. Но такое маловероятное, чаще всего такие люди просто выпрашивают, чаще всего выпрашивают деньги на алкоголь. Если вы дадите деньги, то маленькая вероятность того, что человек эти деньги потратит с пользой. Ну вот, это все, что я хотел вам на сегодня рассказать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.